Вы на канале «Все для вас, все для дома» И сегодня мы научимся, как рассчитать емкость гасящего конденсатора блока питания Перед нами на экране очень хорошо знакомая схема – это блок питания с трансформатором Но не всегда удобно использовать трансформатор по причине его веса, его габаритов Или невозможности его приобретения или его изготовления И тогда используется источник питания без трансформатора с гасящим конденсатором И сегодня мы рассмотрим несколько схем, как рассчитать емкость гасящего конденсатора простого блока питания Блок питания с гасящим конденсатором представляет собой простейший вариант запитать какое-нибудь не очень мощное устройство И простейшая схема данного блока питания выглядит следующим образом Как можно видеть из схемы, последовательно сетью стоит конденсатор Он-то и является балластом, на котором гасится часть напряжения Конденсатор не пропускает постоянный ток Но так как в сети переменный ток, то конденсатор в итоге постоянно перезаряжается То и получается, что в таком случае ток на выходе есть Впрочем, сила тока будет напрямую зависеть от емкости конденсатора Соответственно, поэтому для расчета емкости конденсатора необходимо знать как минимум выходной ток нашего будущего блока питания Итак, у нас есть две формулы Сложная и простая Сложная подходит для расчета при произвольном выходном напряжении А простая подходит в ситуациях, когда выходное напряжение не более 10% от входного А это выходной ток нашего блока питания Ю входное это напряжение сети, например 220 вольт Ю выхода это напряжение на выходе блока питания Или до стабилизатора, если он есть, например 12 вольт Ну и конечно С это собственно искомая емкость Ну например, мы хотим сделать блок питания с выходным током до 150 мА К примеру, использования такого блока питания очень много Итак, если мы подставим наши 150 мА, то есть 0,15 А То мы получим на выходе формулы емкость 2,18 мкФ Конечно мы берем ближайший номинал и стандартный Это 2,2 мкФ Все очень хорошо и схема простая, легкая Но есть несколько минусов, которые необходимо исключить Первое, это бросок тока при включении может сжечь диодный мостик Второе, при выходе из строя конденсатора может быть короткое замыкание Третье, если оставить схему как есть То вполне можно получить разряд от входного конденсатора, нашего балластного конденсатора Так как на нем может долго присутствовать напряжение даже при отключении блока питания от сети И четвертое, при снятии нагрузки напряжение на конденсаторе до стабилизатора поднимется до довольно большого значения Итак, какие же решения есть? Решение очень простое и мы его сейчас рассмотрим Первое, резистор Устанавливаем дополнительно резистор R1 Последовательно с конденсатором Номинал резистора 10 Ом Он у нас устраняет бросок тока при включении Далее устанавливаем предохранитель на пол ампера Следующим шагом Мы устанавливаем параллельно конденсатору резистор R2 Так как от него можно получить разряд от входного конденсатора Так как мы выключаем напряжение питания Номинал резистора R2 470 кОм И четвертое, это супрессор на 12 Вольт Параллельно конденсатору После диодного моста Здесь не рекомендуется использовать стабилитроны Потому что сопрессоры рассчитаны на большую мощность Рассеивание и схема будет работать надежнее На схеме красным цветом выделены новые компоненты А синим небольшое дополнение в виде светодиода Но гасящие конденсаторы используют часто и в светодиодных лампах И сейчас мы рассмотрим вариант электронной схемы Такой лампы на светодиодах И попробуем рассчитать емкость для такого применения Так как напряжение на выходе будет явно больше, чем одна десятая от входного То мы используем первую формулу В качестве выходного напряжения мы заложили 48 Вольт Это 16 светодиодов по 3 Вольта в каждом Конечно это все условно Но это очень близко к реальности Ток 20 мА Типичный максимальный ток для большинства индикаторных светодиодов У нас вышло, что необходимый конденсатор емкостью 0,298 мкФ А ближайший из распространенных номиналов это 0,33 мкФ Желательно составить конденсатор из двух параллельных конденсаторов Например по 0,15 мкФ При параллельном включении емкость складывается Ну с емкостью мы разобрались и остался момент напряжения конденсатора С напряжением все просто Можно променить конденсатор на 400 Вольт Мы сегодня рассмотрели блок питания на два напряжения 5 Вольт и 12 Вольт А также источник питания для светодиодной лампы Но самое главное мы научили сегодня рассчитывать гасящий То есть балластный конденсатор на входе 220 Вольт Для питания или обычного блока питания или источника питания для светодиодной лампы Эта информация конечно была полезная потому что не всегда можно сделать источник питания с трансформатором По причине веса трансформатора или его габаритов Если вам понравился этот видеоролик поставьте пожалуйста лайк А кто впервые на нашем канале поставьте лайк и конечно подпишитесь Поехали! 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 Поехали!